Греция обвинила Турцию в нарушении суверенных прав Кипра на свой шельф. Анкара направила к его берегам исследовательское судно для разведки нефтегазовых месторождений. Европарламент в Брюсселе назвал действия Турции незаконными и провокационными и призвал её покинуть исключительную экономическую зону Кипра. Остров входит в состав Евросоюза, но де-факто к нему присоединилась лишь южная греческая часть. Если Турция хочет стать членом Евросоюза, ей нужно отказаться от авторитарной политики, сказал евродепутат из Кипра Димитрис Пападакис. Турция не должна играть роль жандарма, притесняя меньшее государство. Турция заявила, что по запросу северного Кипра начнёт сейсмические испытания в южной части Средиземного моря, где другие страны проводят бурение для Южного. Её посол отверг критику евродепутатов. Европарламент принял неудачное решение. Он вышел за пределы своей компетенции, сказал Селим Энеп. Резолюция получилась пустоя, она никому не поможет. Турция даже не принимает во внимание это решение. Кипр остаётся разделённым с 1974 года, после военного вторжения Турции. Корреспондент Евроньюз Эфи Куцагоста передаёт. В начале октября кипрское правительство решило приостановить переговоры с турками-киприотами о воссоединении острова в ответ на действия Турции. Никазей считает, что обе общины выиграют от добычи углеводородов, если об этом будет заключено соглашение. Από τις Βρυξέλες για το Euronews, Эφη Κουτσοκώστα.